Привет, мои хорошие, с вами Сирена Свей. Сегодня необычный день, для меня немножечко страшно, я немного переживаю. Сегодня будет таксобаттл. Я сейчас прошла обучение, на самом деле здесь все серьезно и очень просто. Итак, мы приехали в автопарк Стрижи, мне, значит, дали все документы, я прошла медосмотр. Оказывается, устроиться водителем такси очень легко. Оформление бумаг и другие процедуры заняли всего лишь 15-20 минут. И нам уже выдали машины, и мы готовы выезжать на линию. В чем, собственно, дело и как все произошло? Мне написал на почту Серега и говорит, Силя, ну так по-свойски, не знаю, откуда он знает мое настоящее имя. Говорит, давай проведем с тобой батл, кто лучший из нас в вождении, кто лучший из нас водитель в такси. Я думаю, ну это что-то интересненькое, а дай попробую. И, короче, он прилетел из Питера, представляете? Сейчас я вас с ним познакомлю. С вами Серега Стилов, очень приятно находиться тут в Ростове-на-Дону. Еще не повидали, конечно, местных красот, но все впереди, я думаю. Как ты меня нашел? Вот так ты решишь, что это и меня я. С кем можно посоревноваться в Ростове, да еще и в автомобильном деле? Конечно же, с бьюти-блогером, конечно же. Спасибо. Будешь помадкой красить губы без руля. Да, я знаю, почему ты решил меня, потому что ты решил выиграть, пока я буду красить ногти и губы, ты хочешь рвать победу. Я, да, соберу лайки. Нет, ничего ты не соберешь. Сейчас у нас будет с тобой что? Такса батл, да? У нас две машины, за одну садится Серега, за другую сажусь я. И мы будем разбираться, кто же все-таки круче водитель. Я представляю женский пол и уверена, что мы лучшие девчонки. Конечно, конечно. Я не спорю. А Серега будет на стороне парней, будет их отстаивать. Мы будем соревноваться по трем критериям. Первое, ну это, конечно, кто заработает больше денег. Второй момент, я думаю, я больше заработаю. Второй момент, это оценка от пассажиров на нашем таксометре, так что мы будем стараться, чтобы нас оценивали хорошо. Ты будешь стараться? Да, да, да. Мне кажется, тебя будут оценивать всегда на пятерочку. Меня еще могут за бороду привлечь. Конечно, привлекут. Я буду изо всех сил стараться, чтобы понравиться своим клиентам. Вот как должен работать водитель, прям буду показывать. И третье, это лайки и комментарии под видео. Так что я надеюсь, что вы меня, мои дорогие, хорошие девочки, любимые, поддержите. И мы выиграем этот батл. Девчонки, ставьте лайки. Все очень серьезно, все подготовлено. И сейчас мы сядем на наши машины и начнем работать как полноценные водители. Ну что, ты готов? Я готов. Поехали. Погнали. Итак, ответственный момент. Я включила таксометр. Нажимаю, что я на линии. Первый заказ. 14 минут. Принять. Рядом с микроэнерного поселения. Что за новое поселение? Я не знаю. Принять. Принять, мамоньки. Я включаю навигатор. Маршрут построен. И мне сразу строится маршрут. Поехали. Три километра. Маршрут перестроен. Рядышком. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы проехали поворот. Так, поворот. Назад просто вернитесь. Она вас увидела, просто вы дальше поехали. Ага, я видела девочку там какую-то. Сейчас я... Ну вот, вот, возвращайтесь сюда, она вас ждет. Ага, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вы мой первый клиент. Я еще толком не разобралась. Значит, смотрите. Я нажимаю сейчас в пути. Маршрут построен. Все. Здесь все просто. Мы едем уже. А вы как относились, кстати, к женщинам? Прямо на первке водителе. Кстати, ни разу еще не возила меня женщина-водитель. Ооо. Вот у нас, правда, покуши. Для меня это тоже первый опыт. Вот, будет... Мне будет интересна ваша оценка. Женщина-женщина не рознь, но я... Сколько я встречала мужчин и тупят на дороге. Уж просите меня еще. Ну, это да. И самое интересное, что все время, когда кто-то тупит на дороге, думаешь, блин, вот стой пудок блондинка. Не в обиду вам блондинкам. Но смотрю, нет мужчина. А вы на кого учитесь? На прораба. На прораба? Неожиданно. Так, это со стройкой? Да. Я знаю, что на стройке хорошо зарабатываю. Дай бог. Особенно на прораба. Да. Часто лежит. Это очень трудно. Именно прораб прям так и называется? Или это вы сленга, можно сказать? Ну, вообще, называется, да. Прораб. Прям профессия прораб? Да, да. Ничего себе. Я первый раз такое слышу. Писалась к девочке. Еду на полировку волоса. Полировка волос. Ой, я еще узнаю что-нибудь так. Что за девочка, что за полировка волос. Это опасно. Девчонки, в дождь не открывайте окошки. Безналичная плата у нас. Значит, я сейчас ничего не беру. Все, мне тоже было приятно познакомиться. Итак, на сегодня мой таксобаттл закончился, потому что на самом деле погода и темно. Я думаю, что лучше встать утречком и прекрасненько поработать. И сейчас как раз таки я же сам себе начальник, и никому не должна звонить и говорить, я работаю, не работаю. Я просто выключила свой таксометр, что я не на линии. И все, я могу делать свои дела дальше. А завтра я встану утречком, включу, что я на линии, и посыпятся заказы мне прям с моего дома. Привет, мои хорошие. У нас утро следующего дня. Я выезжаю на линию. Я, честно говоря, вся в предвкушении. Мне нравится эта машина, блин. На ней очень удобно ездить, если честно. Я буду тут 4 минуты принять. Опять адреналинчик. Здравствуйте. Здрасте. Женщина за рулем. Возила вас уже? Да. А в такси? Да. И как вам? Мне понравилось. Я очень шустрым во все сделала. По сравнению с мужчинами? Как вам больше? Кто нравится? Женщины? Женщины мне понравились. Я удивилась, конечно, штаба за рулем. Но она все сделала быстро. Как нужно, да? Да. Извините, вы не подскажете фото на документы МФЦ? А, ну вот, спасибо большое. Видите? Все, счастливо. Ура! Второй. И так легко. В том районе, в котором я сейчас нахожусь, здесь заказов мало. Поэтому я сейчас отправляюсь туда, где показывают много заказов. Я, кстати, выехала в такое время, когда совсем мало пробок. Мне мама подсказала. Нам поступил новый заказ, пока я ехала там, где много заказов. Я еще не выехала даже с района. Уже поступила заказ. Кстати, очень удобно, что сейчас вот у меня второй человек был безналичный расчет. То есть, сел, я отвезла, а мне все на счет там капает. Это очень удобно, что не нужно с собой возить вообще какие-то деньги. Может быть, даже крупные суммы. Водители же немаленькие деньги зарабатывают. Сейчас человек в окошко глянет. Такой приехал водитель, а там такая девчонка подумает. Сумасшедшая какая-то. Реальный адреналин. Так у меня губы там ровно накрашены. Вроде все ровно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы относитесь к женщинам за рулем? Да, в принципе, полностью лояльно. Ну, я довольно частенько на такси езжу и попадаются... В принципе, некоторые женщины даже адекватнее намного, чем мужики. Вот и я говорю. С нуля придется еще. А кем работают? Художественная татуировка. Ох ты. А самая любимая татуировка? Сколько их всего? Наверное, штук 30. Что? Ну, у меня на ногах много на торсе. Я вижу на руках. Ну, это точечки. Точечки на руках. Вот так у меня... А самая любимая татуха есть какая-нибудь? Самая любимая у меня сейчас, я вам даже покажу. Мама. Мама? Да. Ой, ты мой, ты мой. Это было... Мама не забыл. 16 лет, когда мама еще ругала меня за татуировки. Это в то время была единственная татуировка, за которую меня не ругали. Это вы решили так подмазаться? Да. Ну да, и подмазаться, да и выглядит это прикольно. Ладно, смотри, ну. Мама такая сразу, ой, бейте нога. Все, до свидания. До свидания. Так, у нас следующий клиент вот тут вот где-то рядышком. Здравствуйте. Здравствуйте. Как часто вас водят женщины? Ну, так как я езжу на такси два раза в день, это точно, на работу с работой и просто так, я такси очень... Любите, да? Да, я пользуюсь такси, потому что я не очень люблю общественный транспорт. Женщины меня возят достаточно-таки часто в последнее время. У нас в Ростове много, да? Да, в Ростове очень много женщин, которые водят такси. И как вы относитесь к ним? Не страшно вам с ними ездить? Мне? Нет. Вообще. А если по сравнению с мужчинами? Знаете, вот что я хочу сказать, что по сравнению с мужчинами женщины ездят более аккуратно. На самом деле, вот я веду свой блог, у меня очень много девочек, у меня женская аудитория. Один из наболевших вопросов с девчонками всегда, где познакомиться с ребятами, с парнями. Вот я сейчас еду, на самом деле, у меня пришла идея, что работать водителем, вот да, у меня сейчас парни такие симпатичные, молодежь. Думаю, это отличный способ познакомиться. В связи с этим у меня вопрос. Вот если бы девушка какая-то интересная, симпатичная, но она вот приехала как водитель такси, ты бы обратил внимание на такую девушку? Конечно. То есть ничего страшного, что она работает такси? Ничего страшного. Ничего в этой профессии такого? Я вообще не считаю, в принципе, у меня такая позиция в жизни, что и плохих профессий нет. Меня наоборот воодушевляют и берут гордость за людей, которые, в принципе, работают, неважно мне. Я вот смотрю просто сейчас, это реально способ познакомиться? Ну, в принципе, да, потому что... И заработать еще. Да, и заработать, и познакомиться, грубо говоря, совместить приятное с полезным. Теперь, когда меня будут спрашивать, где познакомиться, у меня есть одно такое видео, где познакомиться, и это рассказывают. Это вот еще один вариант. Устроиться работать в такси, это реально круто. Вот у нее по специальности, у меня специальный семейный психотерапевт, а работаю я в одном из ресторанов «Горизонта» и «Большей саду». Все, спасибо большое. Все, приятно было познакомиться, пообщаться. Как тебе, Даня? Пока-пока. Пока. Ю-ху, какие у меня классные клиенты, пассажиры. Я готова к следующему клиенту. Тан-тан-тан, тан-тан-тан-тан-тан-тан. У меня начислены чаевые. Ой, как это приятно. Ти-ди-ди. Класс. Ой, может быть, водитель так селит о моем. О, принять. Здрасте. Здрасте. А вы не против, если я вам несколько вопросов позадаю? Ну, давайте. Например, как вы относитесь к девушкам за рулем? Нормально. Не страшно вам? Нет, не страшно. А вот именно, если водитель такси и девушка? Тоже никакой разницы. Нормально, да? По факту, скажем так, статистически, возможно, какая-то корреляция и присутствует. Ну, что девушки менее внимательно водят. Но... Менее внимательно? Да. Скажем так, из-за того, что именно существует это предупреждение, то среди большинства девушек наблюдается такое, что они стараются более внимательно следить за дорогой и т.д. и т.д. И в итоге это приводит к обратному эффекту, потому что мозг более напрягается и гораздо более быстро выдыхается. Поэтому после длительного вождения, соответственно, внимательно падает. У нас прям науксный подход. Вы не психолог случайно подвезли? Нет, я программист. А, программист. Поэтому так все по-серьезному и по-умному. Я даже не все слова поняла. Это правда, это правда, отдыхает мозг. Я сама сейчас наслаждаюсь просто. Ни о чем не думаю, кроме какого-то дорога и общения. Все, счастливо. До свидания. Пока. Ой, красота, деньги заработала. Ой, даже не знаю, что поделать сейчас. Мне снова начислили чаевые. Ну что за милота. Ну они такие милые все. Это так поднимает настроение. Спасибо, спасибо. Тут же у меня поступил новый заказ. Я даже не успела постоять двух минут. Есть такие работы. На самом деле, я люблю работы, я всегда любила работы, где ты реально работаешь, где ты не сидишь, не читаешь книжку, не скучаешь. Потому что такие работы, они, конечно, скучные, когда ничего не надо делать, нужно как-то себе занять, и ты коротаешь только время, зарабатываешь свои какие-то деньги, коротаешь время. Я всегда любила работу, где нужно проявиться, где от тебя зависит твой заработок. То есть здесь от тебя зависит, сколько ты заработаешь. Хочешь, катаешься целый день. Вот. И да. Здесь мне нравится, что не нужно тебе стоять, ждать заказ, потому что в принципе много заказов всяких разных. И даже бывает, ты едешь, и там параллельно где-то рядом уже видишь, что ты завершаешь поездку, тебе сразу предлагают. То есть можно целый день кататься, вот так вот коротать время, общаться с людьми. И, в общем-то, не заметишь, как пролетит время. Здрасте. И вот хотела узнать ваше отношение к женщинам-водителям. Отличный самоводитель. А вот именно водитель такси? Лучше, чем мужчина. Да? Больше нравится? Ну, конечно. Не страшно? Нет. Вот я тоже за это. Я вот как раз-таки отвечаю за женскую половину и говорю, что мы, женщины, вообще чуть ли не лучше. Все, приятно было познакомиться? Можете ли вы? Да, точно. Хорошо экзамен сдать. Конечно, сейчас в Яндекс.Такси все застрахованы. И пассажиры, и водители. Но от ответственности это не освобождает. И я кожей чувствовала ее на себе. Ну что, мои хорошие, я приехала в таксопарк Стрижи, жду Серегу. Серега, иди сюда. Я тоже приехал. Да. Ну что, будем делать подсчеты? Ты уже посчитал, сколько ты заработал? Я посчитал, сколько я заработал, но я хотел спросить тебя, как вообще? Расскажи мне. Слушай, мне очень понравилось. Мне понравилось. Я безумно счастлива, что я вообще получила такой опыт, честно говоря, езды. Познакомилась со столькими людьми, узнала свой город лучший. И вообще я подумываю, что если бы вообще работать в такси, подрабатывать себе. Ну, в общем, это клево. Мне очень понравилась идея. Здорово, здорово. А тебе, ты, кстати, не ездил же. Не твой город. Не мой город, да. Я ей говорю, я узнал город, узнал, что люди у вас приветливые, очень боялся встретить каких-нибудь неадекватов, но их не было реально. Дорогу подсказывали всегда и очень хорошо принимали, когда я говорил, что я из Петербурга. Классно. Тебе понравилось, да? Ну, да, в принципе, классно. А вот город наш увидеть успел? Город увидеть успел. И ночной, и дневной. Пробок много. Ага, я согласна, есть немного. Скажи, сколько ты в итоге заработал? Я заработал 2 200. 2 200. А я заработала 2 600. А рейтинг у тебя какой? Рейтинг около 5 что-то там, 4 с чем-то. И у меня около 5. 4-5 с чем-то. Ну, я думаю, вряд ли нам кто-то ставил плохие оценки. Ну, я тоже так думаю. Слушай, ну, получается, что у нас как будто ничья какая-то. Ну, получается, что да. И как же нам понять, кто выиграл? Я предлагаю всех наших зрителей попросить голосовать, да? Да просто, я думаю, пусть ставят лайки под твоим видосами, под моим, именно этим видосом, да. Серега хороший водитель, я уверена, но, девчонки, давайте поддержите меня как следует. Пишите комментарии, что вы думаете об этой работе, потому что на самом деле интересно. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Это нереальный опыт, я вообще довольна, что этот опыт в моей жизни появился. И теперь я жду от вас лайки и комментарии, и надеюсь, что мы, девчонки, победим. Ну, всё, счастливо. Ну, что, мои хорошие, хочу сказать по поводу этого баттла, этого необычного опыта. Мне очень понравилось. Я считаю, что работа водителя такси очень даже приятная, абсолютно несложная, абсолютно не страшная. Вначале было страшно, может быть, потому что, ну, как-то и не знаешь, и первый опыт, и что за люди. Но, как оказалось, всё очень просто, и я не знаю, не справится только ребёнок. И, как вы видели, очень много всяких разных плюсов я увидела во всей этой работе. И новые знакомства, и приятное общение, плюс заработок денег, и, в общем, сам себе хозяин. Это очень круто, очень круто. Ну, всё, мои хорошие, я буду с вами прощаться. Целую вас, люблю, поддержите меня обязательно, и пишите, что вы об этом думаете. Увидимся в следующем видео.